В Подмосковье торжественно открыт северный, самый протяжённый и технически сложный участок центральной кольцевой автомобильной дороги. Новое кольцо проходит в непосредственной близости от старого, малой бетонки, и связывает трассы М11 Нева и М7 Волга. Построенная с нуля магистраль позволит водителям быстрее добираться с северо-запада на восток Московской области, а именно за 45 минут вместо двух с половиной часов по старому кольцу А107. Напомним, что ЦКАД почти на всём протяжении — это платное скоростное шоссе без перекрёстков, светофоров и пешеходных переходов. Сейчас на третьем участке легковые автомобили могут разгоняться до 110 км в час, однако со временем лимит повысят до 130. Кроме того, на ЦКАДе нет традиционных пунктов взымания платы, которые также отнимают у водителей время. Вместо них — система «Свободный поток». Это P-образные опоры с камерами, датчиками и антеннами, позволяющими списывать средства со счёта водителя автоматически — с транспондера или по регистрационному знаку. В последнем случае автомобилисту необходимо приобрести электронный билет заранее или погасить задолженность по факту проезда в течение пяти дней. Если этот срок будет упущен, автовладельца привлекут к административной ответственности. Правда, с момента вынесения постановления он получит ещё 60 ненаказуемых дней для внесения платы. А уже потом придётся погасить и штраф — 2,5 или 5,5 тысяч рублей, в зависимости от категории транспортного средства. И сегодняшний участок, который мы открываем, для нас является особо знакомым, потому что с открытием этого участка мы пересекли так называемый экватор ЦКАДа. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня уже будет работать полноценно. И мы очень надеемся, что к концу года ещё порядка 100 км ЦКАДа поедет и нам только останется небольшая часть на следующий год. Через каждые 15 км на дороге обустроены площадки отдыха с детскими зонами, скамейками и навесами. Заправок и прочих элементов придорожной инфраструктуры здесь пока нет. Развитие этого направления запланировано на следующий год. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова